Доброе утро, друзья! Понедельник, 30 мая. Я рада приветствовать вас на еженедельной встрече. Сегодня наша встреча будет состоять из двух частей. В первой части я поделюсь с вами новостями, которые прошли за прошлую неделю. Потом Иван Заварин поделится с вами секретами успеха при публичных выступлениях. Перейдем к новостям. Да, главный показатель на прошлой неделе Like for Like составил 13,57%. Мы подняли свои результаты. Напомню, что цель мы поставили за этот год 20%. Мы идем к успеху, будем продолжать работать и повышать наш показатель. Еще одна главная новость – это первая тестовая доставка пиццы в Китае. Первая доставка пиццы прошла в городе Янтай 27 мая 2016 года. Давайте поздравим наших партнеров Андрея и Екатерину и пожелаем им успеха. Сейчас идет ожесточенная борьба за тендеры. И мы сделаем небольшой обзор за прошлую неделю. Мы хотим поздравить Сергея Паяркова, который выиграл тендеры на сектора номер 12 и номер 14 города Москва. Также хотим поздравить Владимира Горецкого, который выиграл тендер на сектор номер 32. И Денис Бачурин. Он выиграл тендер на город Липецк. Также у нас продолжается борьба за Москву. Борьба идет за город Новосибирск и город Карагандан. Думаю, на следующей неделе, на этой неделе мы уже узнаем, кто этот счастливый обладатель. Еще Красноярск. Сейчас я хочу с вами поговорить о том, что же случится в Варне на этих выходных. С 3 по 6 июня в Болгарии в городе Варна состоится образовательный съезд, на который соберутся победители соревнований и большие гонки. Что их ждет? Их ждут различные тренинги, деловые игры, упражнения, направленные на то, чтобы повысить эффективность в каждой пиццерии. Помимо этого, они будут повышать личные коммуникативные навыки. Тема съезда «Развивайся и развивай». Потому что развитие людей – это одно из главных функций корпоративной культуры. Что же такое корпоративная культура? Я хочу немножко рассказать про корпоративную культуру в нашем цыктывкарском офисе. Она у нас развивается, она у нас поддерживается. У нас проводятся различные мероприятия, такие как большой теннис, футбол, велопрогулки. Все эти мероприятия направлены не только на поддержание корпоративного духа, но и на поддержание здоровой физической силы. Помимо этого, у нас проводятся выезды на природу, на которых у нас проводятся различные соревнования, игры, направленные на команду образования. Я призываю всех поддержать цыктывкар и проводить различные мероприятия, направленные на поддержание корпоративной культуры в своих городах, в своих пиццериях, в своих офисах. И, конечно же, в конце своего выступления я хочу напомнить про главное событие этого года – съезд партнеров, до которого осталось всего 39 дней. Передаю слово Ивану Заварину. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алена. Ну, во-первых, еще раз доброе утро. Действительно, до съезда осталось всего ничего – 39 дней. На съезде нас ожидает достаточно насыщенная программа. Приедут партнеры из многих городов. Мы будем обмениваться мнением, решать интересные вопросы. Будут спортивные мероприятия, такие как футбол. Будет даже вечеринка здесь, в нашем цыктывкарском офисе. И, конечно же, будет очень много публичных выступлений. И именно об этом, именно о публичных выступлениях я бы хотел поговорить сегодня. Есть очень много различной литературы, посвященной этому вопросу. Очень много тренингов, видео в интернете. И я не считаю себя каким-то великим экспертом в публичных выступлениях. Но, тем не менее, я хочу с вами сегодня поделиться некоторыми приемами, которые позволяют мне сделать мои публичные выступления лучше. И если это помогает мне, то, возможно, поможет кому-нибудь из вас. Итак, в чем же главный секрет публичных выступлений? Многие из вас, возможно, слышали о такой теории, которая называется «10 тысяч часов». Который гласит о том, что если вы хотите чему-то научиться достаточно хорошо, нужно этому уделить не менее 10 тысяч часов. Поэтому, если вы хотите хорошо публично выступать, то нужно как можно чаще выступать публично. У нас в офисе для этого есть множество возможностей. Есть, как сейчас, ежедневные встречи, когда у нас в зале аудитория более 60 человек. Плюс к этому, каждую ежедневную встречу примерно в интернете смотрят около полутора тысяч людей. То есть достаточно серьезная, хорошая аудитория, пред которой выступить ответственно, это хорошая проверка себя. Кроме этого, практически каждую неделю у нас проводятся различные мероприятия, такие как книжные клубы. Или вот на прошлой неделе Марсель, Полина и Кирилл провели тренинг по лид-менеджменту. Это все тоже хорошие площадки, хорошие возможности себя попробовать. Поэтому, если вы хотите публично выступать, как можно чаще выступайте и рано или поздно станете хорошим оратором. Для себя я разделяю процесс публичного выступления на три части. Это подготовка, это период времени непосредственно перед выступлением, и это само выступление. Самый трудоемкий, самый продолжительный процесс – это подготовка. Для меня она начинается с плана выступления. Ольга Ситникова, бизнес-тренер учебного центра, может помочь составить очень продуманный, структурированный план вашего выступления, в котором будет начало, в котором будет основная часть, концовка, который будет разделен на блоки. В каждом блоке будут прописаны речевые скрипты, обозначены узловые точки. Но даже если вы просто на бумаге набросаете небольшой план выступления, напишите, с чего начинается, чем заканчивается, что зачем идет, вы уже получите хороший инструмент, хорошего помощника, с помощью которого у вас получится подготовиться к выступлению гораздо лучше, чем если вы просто будете импровизировать. Следующий немаловажный момент – это презентация. Поверьте мне, бывает очень неприятно видеть на лицах людей недоумение, когда они видят презентацию, на которую страшно взглянуть. Поэтому очень важно, чтобы была презентация такая, за которой вам не было бы стыдно. Опять-таки у нас в офисе есть люди, которые могут вам помочь советом. Это Никита Полозников, Артем Скворцов. Я уверен, что если вы обратитесь к ребятам за просьбой как-то улучшить свою презентацию, они вам помогут. Плюс к этому совсем недавно у нас в базе знаний появился замечательный генератор макетов. И, как вы видите, вся наша сегодняшняя соленая презентация выполнена с его помощью. И достаточно, и на мой взгляд, получилось достаточно неплохо. Поэтому пользуйтесь, очень удобно теперь стало делать презентации. Ну и, конечно же, знание темы. Даже если вы не часто публично выступаете, даже если вы не подготовились к публичному выступлению, если вы являетесь специалистом в той теме, о которой собираетесь говорить, публика вам может простить очень многое. Дело в том, что публика видит, что перед нею находится дока в этом вопросе. Он может ответить абсолютно на любой вопрос. И это уже рождает у публики определенное уважение. И даже какие-то огрехи такая публика может простить. Поэтому старайтесь выступать только на те темы, в которых вы хорошо разбираетесь. Мне в силу моей работы приходится достаточно часто публично выступать. У меня практически каждую неделю есть лекции перед студентами. Уже не первый раз я выступаю здесь на ежедневные встречи. Но, тем не менее, я все равно не брезгую репетициями, которые проходят буквально так, как показано на этом слайде. То есть я становлюсь перед зеркалом и начитываю, глядя в зеркало, свою речь, которую я собираюсь рассказать. И тем самым я убиваю двух зайцев. Во-первых, я вижу, как меня воспринимает публика. И волнение за этот аспект я снимаю еще до того, как начну выступать. Кроме того, я еще раз, можно сказать, заучиваю, зазубриваю текст, запоминаю те важные моменты, на которых нужно акцентировать внимание во время своей речи. И это мне помогает подготовиться еще лучше к выступлению. Непосредственно перед выступлением это период времени, который может занимать от нескольких минут до нескольких часов. И я рекомендую тоже проводить его с пользой. Во время этого периода я рекомендую провести так называемое освоение территории. Это когда вы в буквальном смысле становитесь на то самое место, с которого вы собираетесь выступать. Вы на этом месте осваиваетесь. Пока еще пустой зал, вы представляете, как он наполняется народом. И этот момент волнения, первого волнения, когда на вас устремляются взоры, вы перебарываете еще до непосредственно самого выступления. И тогда уже во время выступления, когда зал на самом деле заполнится, вам бороться с этим волнением будет гораздо легче. Поэтому тоже не брезгуйте, пожалуйста, этим инструментом. Во время выступления очень важно его начало. В начале я выделяю три главных момента. Это пауза, приветствие и тема. Пауза. Даже если вы выступаете первым, если перед вами не было предыдущего оратора, или если он был, если вы придете и сразу начнете говорить, то вы можете столкнуться с тем, что публика еще не успела на вас сосредоточиться. Публика может быть занята какими-то своими мыслями. Публика может быть занята той идеей, которую высказал предыдущий оратор. И если вы начнете без всякой паузы сразу говорить, то вы столкнетесь с недоумением. Поэтому обязательно сделайте небольшую паузу. Дайте публике себя увидеть, дайте ей обратить на себя внимание, и только в этот момент начинайте говорить. Конечно же, пауза не должна быть большой, затянутой, но тем не менее небольшая пауза имеет место быть. Приветствие. Обязательно нужно поприветствовать публику, если нужно представиться, если публика вас не знает, потому что если вы это не сделаете, то тем мыслям, которые вы пытаетесь донести, будет мешать вопрос в голове у людей, собственно, кто ты такой, почему ты тут перед нами выступаешь. Ну и тема. Дело в том, что не всегда из текста вашего выступления явствует та тема, на которую вы хотите говорить. И опять-таки, чтобы публике ничто не мешало принимать, воспринимать вашу идею, лучше тему обозначить заранее. Настроить публику на определенную волну, на определенную тему, чтобы ваши слова усваивались как можно лучше. Следующий момент, который лично у меня первое время, да и сейчас периодически вызывает трудности, это вопрос, куда деть руки. Ну и действительно, куда их деть? Сложить их за спиной, на груди скрестить или в карманы засунуть. Я предпочитаю использовать помощников. Как видите, у меня в руках сейчас находится пульт, с помощью которого я переключаю слайды. Во время лекций я, как правило, беру маркер, либо ручку, и у меня уже не возникает вопроса, куда деть руки. Я держу эту вещь в руках, это достаточно органично. Плюс к этому такой помощник помогает мне расставлять акценты. Я могу провести черту в линии, могу черту в воздухе, могу поставить воображаемую точку и тем самым акцентировать внимание публики на важных аспектах не только голосом, но еще и определенным жестом. Опять-таки, для лучшего усваивания информации. Ну и, возможно, ключевой момент, важнейший момент публичного выступления – это обмен энергии. Дело в том, что в процессе выступления происходит обмен энергии между оратором и публикой. Причем оратор здесь выступает в роли источника энергии, в роли объекта, который эту энергию отдает, а публика – в роли объекта, который эту энергию принимает. Поэтому здесь очень важно, чтобы этот поток энергии должен был мощным, был заряженным. Оратор должен быть в определенной степени страстен в своей речи для того, чтобы держать внимание публики до самого конца. Потому что если оратор будет угрюмый, скучный, если оратор не будет хотеть делиться своей энергией, не будет достаточно страстным, то публика может в буквальном смысле просто не дожить до конца выступления, начнутся смотрения в телефон, перешептывания соседом, почесывания и так далее. Поэтому очень важно, чтобы оратор был в своей речи достаточно страстен. Здесь, конечно, важно еще не перегнуть, чтобы публика не посчитала вас каким-то идиотом, но тем не менее страсть должна в речи быть. Ощущение определенной опустошенности после публичного выступления является абсолютно нормальным, абсолютно естественным. И это значит, что вы отработали хорошо, вы отдали всю энергию и, возможно, держали внимание публике в течение всего своего выступления. Ну и напоследок я вам хочу показать одно видео на соответствующую тему публичных выступлений. Возможно, кто-то из вас уже это видео видел, я сам его видел неоднократно, но оно настолько классное, что его можно посмотреть и несколько раз. Субтитры создавал DimaTorzok Слышите? Ничего. Это именно то, что я как участник конференции подготовил для вас. Ничего. Нема. Тю-тю. Галяк. Ноль. Ничего умного, ничего вдохновляющего, ничего даже похожего на исследование. Мне просто совершенно нечего вам сказать. Но я буду говорить это так, что создастся обратное впечатление. Будто я изрекаю гениальные мысли. И, возможно, вероятно, вам даже покажется, что вы узнали что-то новое. Итак, начну я, пожалуй, со вступления. Буду много жестикулировать. Буду делать вот так правой рукой и вот это к левой. Поправлю свои очки. А затем я задам вам один вопрос. Поднимите руку те, кому раньше уже задавали вопросы. Отлично, я вижу несколько рук, повторюсь, мне вам сказать нечего. А сейчас я на вас среагирую и сделаю вид, что рассказываю случаи жизни. Ну, чтобы снять напряжение, немного расположить вас к себе. Что-то слегка... Неловкое. А вы все-таки... Ну, правда, все так и было. А тут я скажу что-то весьма впечатляющее. Я буду вот так вот кивать... С очень умным видом. И сошлюсь вот на этого человека. Итак, он сделал кое-что важное. Я уверен. Но я, если честно, без понятия, кто он такой. Это просто картинка по запросу ученый. Мне хочется, чтобы казалось, будто я высказываюсь. Привожу аргументы. Призываю вас изменить свою жизнь. Хотя на деле я просто... Тяну... Время. Не верите мне? Давайте взглянем на цифры. Это то, что происходит прямо сейчас. Количество моих выступлений равно одному. Количество интересных фактов в моей речи. Тут у нас будет ноль. Мой рост в дюймах 70 с половиной. Обратите внимание, с половиной. Дважды 6, 12. И что удивительно, 6 и 2 тоже 12. Это математика. 352 — это трехзначное число. 1, 2, 3, 4, 5. И практически сразу после них идут 6, 7, 8, 9, 10. И для содержательности вот вам еще пара цифр. М-м-м, 18, 237, 5601, 2,6 миллиона, 4, 4, 24. С ума сойти! И ведь это все реальные числа. И в продолжение давайте обратимся к графикам. Если взглянуть на эту диаграмму, то можно заметить, что большинство явно превосходит меньшинство. Всем видно? Круто, да? Теперь давайте посмотрим по столбикам. Видите, такие же случайные данные. И это все для того, чтобы вы думали, что я хорошо подготовился к выступлению. Смотри, вы это на ютюбе без звука могли бы подумать. Ха! А этот парень течет в теме. Ничего подобного. Я в панике, в замешательстве. Мне ведь сказать-то нечего. Все это притворство чистой воды. Но знаете что? Мне предложили здесь выступить. И будьте опроклят, но доведу дело до конца. А теперь, если вы взглянете на экран, то увидите набор слов и интригующих фотографий, ни о чем скачанных из сети. Я буду на них показывать, чтобы казалось, будто мы тут с пользой проводим время. Однако на самом деле я понятия не имею, что половина из них значит. А в качестве продолжения я вообще сейчас начну нести чушь. Агу-агу! Ёлки-палки! Индейка! Рот и рот! Чики! Бреки! Пальчик выкинь! Замечательно входит и выходит. Ути-пути я, малыш-импровизатор, и кушать очень хочется. Брэд Питт. Ума Турман. Имена, названия, слова, словечки и прочее название. Видите? Ощущение, словно я обещаю что-то умное, да? Кажется, будто и впрямь я приближаюсь к какому-то удачному завершению речи. То есть выглядит это похоже. Жест мой. Вот я вышагиваю, нагнетаю атмосферу, снимаю очки, хотя вообще-то это просто оправа. Надел их, чтобы казаться умным. А ведь у меня зрение... Единица. А сейчас я потихоньку начну замедляться. Сменю свой тон. Хочу, чтобы казалось, будто я подвожу вас к кульминации. А вдруг это так? Круто, да? А куда деваться? Жизнь — это американские горки. Знаете, я хочу, чтобы вы вынесли отсюда одну вещь. То, о чём я говорил вначале, и то, что я говорю сейчас. Тогда ничего не было. И до сих пор нет. Только задумайтесь. Ну или нет, неважно. А теперь я замолкаю. Спасибо. Это в качестве пищи для размышлять. Ну что ж, на этом у меня всё. Спасибо за внимание и плодотворной рабочей недели. АПЛОДИСМЕНТЫ